Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня вы увидите и услышите уникальную оперу Трубадур с Анной Нетребкой на грандиозной сцене Арена Деверона, которую снял для нас мой сын. Местом проведения знаменитого ежегодного летнего оперного фестиваля является Римский амфитеатр, построенный аж в 30-м году нашей эры. Спектакль обычно начинается на закате, когда зрители в сумерках зажигают маленькие свечки. Анной Нетребкой в опере Джузеппе Верди Трубадур исполняет партию Леоноры в огромном древнеримском амфитеатре Арена Деверона. Прославленный режиссер Франко Дефирелли пригласил на главные роли ее и ее супруга Юсифа Айвазова. Кто-то склонен считать постановки великого итальянца традиционными, в них много впечатляющих и эффектных сцен, величественных декораций, исторических костюмов, расшитых золотом. Дефирелли неоднократно говорил, что современная оперная режиссура разочаровывает его, что итальянцы, создав оперу, этот необыкновенный инструмент искусства отдали его на волю безответственных людей. Ответная реакция маэстро на оперное безумие – традиция, традиция, традиция. И, конечно, уважение к именам великих композиторов. Историю, которую Верди рассказывает нам, говорит маэстро, является историей трудной любви и испытаний, страсти и гордости. А опера – это тот жанр, который всегда меняется. Новый оркестр, новые солисты, новая публика, наконец. Опера – это волшебство. До той поры, пока не поднимется занавес, я никогда не знаю, что случится на сцене на этот раз. Итак, сейчас вы услышите одну из лучших сопрано-планеты под звездным небом античного амфитеатра – Арена Ди Верона. Острый репортаж с Ареной Ди Верона. Гварда, рогацы. Квейсто и Ла Рена. Ну, покажи мне. Да не меня, а Арену. Ну, как это? Спасибо, по-малеопрошу. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 Играет музыка